Каков хукм шевеления пальцем в ташахуде? Очевидно то, что тексты, указывающие на шевеление пальцем или отсутствие шевеления, все они недостоверны от пророка, саллиллаху алейхиусал. То есть хадисы, указывающие на шевеление пальцем или на отсутствие этого шевеления, или, как говорят малекиты, что нужно сгибать его, все это недостоверно. То, что дошло от пророка, саллиллаху алейхиусалям, это то, что приводится в сахихе Муслима. Пророк, алейхиусалату вассалям, поднимал указательный палец, указывая им вперед, когда произносил мольбы. Поэтому сунна — это чтобы молящийся указывал указательным пальцем вперед, вот так, произнося мольбу. С самого начала ташахуда и до его конца, потому что ташахуд полностью состоит из мольбы. Его начало — это восхваление Аллаха, а его конец — это мольба за пророка, алейхиусалату вассалям. А затем, сказал пророк, саллиллаху алейхиусалям, затем он просит то, что ему хочется, как приводится в хадисе Ибн Мас'уда. Поэтому весь ташахуд — это мольба. Его начало — это восхваление Аллаха, саллиллаху алейхиусалям, так как, когда ты хочешь обратиться с мольбой к Аллаху, ты обращаешься к Нему, восхваляя Его прекрасные имена и возвышенные качества. Затем мольба за пророка, алейхиусалату вассалям, это тоже мольба. А после этого молящийся просит то, что он хочет, что также является мольбой. Поэтому правильное мнение — ты обращаешься к Аллаху с мольбой, поднимая указательный палец. То есть, ты поднимаешь его с самого начала ташахуда и до его конца. А что касается того, что указывает на шевеление пальцами или на отсутствие шевеления, то все это недостоверно от пророка, алейхиусалату вассалям. Да воздаст вам Аллах благом, шейх. Субтитры создавал DimaTorzok